Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары в своем телеграм-канале сообщает о том, что для предпринимателей стартовала регистрация на форум «Мой бизнес 63». Он начнется 24 мая в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подать заявку на участие и ознакомиться с программой и событием можно по ссылке, указанной на страничке телеграм-канала. По традиции форум откроет пленарные сессии. В числе спикеров – федеральные эксперты, представители ведущих технологических предприятий. Участники форума также могут посетить выставочную экспозицию инновационных и стратегических проектов, на которые свои экспонаты представят предприятия и Министерство региона. Телеграм-канал Департамента транспорта Самары от лица инспекторов ГИБДД предупреждает жителей региона о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями. При выпадении осадков следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. А пешеходов сотрудники ГИБДД просят переходить дорогу только в установленных местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и обозначать себя световозвращающими элементами, особенно в темное время суток. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что дети в возрасте до 18 лет могут являться собственниками движимого и недвижимого имущества, но не вправе им распоряжаться. Поскольку собственник несовершеннолетний, родители или законные представители должны получить разрешение на распоряжение его имуществом. Для этого нужно обратиться с заявлениями в отделение МФЦ. Специалисты департамента опеки ведут прием только по вопросам получения разрешения на залог приобретаемого жилого помещения, приватизацию с участием или без участия несовершеннолетних или недееспособных, отказ от преимущественного права покупки, оформление доверенностей, рефинансирование ипотеки. Продолжение следует...